приехали в царицынский парк прогуляться диаспора из газоочистки приехала ольга из города мурманска и мы сегодня пойдем посмотрим замечательный парк который был построен по повелению императрицы екатерины 2 1776 году и расскажем вам немножко о том что здесь происходило за это время какие исторические события были ну и не переключайтесь оставайтесь с нами местность получила нынешнее название царицына 18 веке а до этого именовалась черная грязь окрестностями владели бояры стрешнева затем голицыны 1712 году петр первый пожаловал эти земли бывшему молдавскому господарю князю дмитрию екатерина 2 обратила внимание на местность во время конной прогулки по окрестностях коломенского тогдашней летней царской резиденции из коломенского старинного царского места с очень красивым деревянным дворцом она на лошадях поехала прогуливаться по окрестностям и когда подъехала сюда царе борисовскому пруду и к этому владению она была потрясена очень красивой природой императрица коломенская не любила ветшавший деревянный дворец казался ей не соответствующим венциносному статусу екатерина купила черную грязь у сына кантемира за него 25 тысяч рублев новую летнюю резиденцию было решено возвести именно в этом живописном месте строить новый летний дворец екатерина поручила своему любимому архитектору василию баженову великий зодчий тогда и представить себе не мог что главное дело его жизни обернется самой горькой трагедией и с жаром принялся за работу строительство требовало немало денег нередко баженов выходил за рамки сметы и ему приходилось тратить собственные средства усадьба строилась более десяти лет в ходе строительства дворцового комплекса возводились попутно разнообразные мелкие сооружения в его окрестностях лес и берега прудов преобразовывались в парковую зону с беседками купальнями декоративными мостиками из-за финансовых проблем имение жены архитектора и дом в москве пришлось продать так баженовы переехали казенный домик царицыно а когда дворец был практически достроен с проверкой нагрянула императрица и екатерина великая она должна была приехать в июле а приехала в самом начале июня и заехала сюда не с парадной стороны не стой с которой выстраивал свои видовые картинки баженов а сзади и не такая красивая природа и еще не все готово ей не понравилось царицу устроили в павильон из которого она наблюдала торжественный праздник сенокоса одели молдавских косарей в красные косоворотки шляпы с перьями они косили девушки песнями это сено собирали и среди косарей выделялся потемкин по легенде при осмотре дворца екатерина не обнаружила ни одного туалета итог инспекции оказался просто таки ошарашивающим екатерина приказала разобрать резиденцию до основания и возвести новое здание случай беспрецедентный ни один правитель еще не позволял себе такую расточительность разрушить полностью отстроенный дворец причина столь странного поступка императрицы до сих пор остаются темная для бурных дискуссий одна из самых популярных версий гласит что екатерину смутила обилие в декоре дворцового комплекса самосонских знаков строительство нового дворца поручили матвею казакову ученику боженного для боженного бывшего придворного архитектора это стало настоящей трагедией впрочем творение матвея казакова дала незавидная судьба дворец был еще не достроен когда умерла императрица взошедший на российский престол павел первый проектом почему-то не заинтересовался имение постепенно приходило в запустение в 1803 году александр первый открыл царицыно для летних загородных гуляний москвичей а спустя несколько десятилетий недалеко от дворцового комплекса началось строительство дач и постепенно заселялась московским чиновничеством а также творческой интеллигенции царицынские пруды были и остаются излюбленным местом московских рыболовов и уж давно обросли рыбацкими легендами так михаил пуляев статья старая москва писал 1886 году здесь был пойман арендатором царицынских прудов большой осетр с серьгой в губе пущены еще при екатерине второй девятнадцатом веке казаковский большой дворец воженовские постройки перестраивались разрушались некоторые покрывались мухом обрастали кустарником двадцатому веку царицына окончательно пришло в упадок после революции царицыны поселился пролетариат в хлебном доме учредили коммуналку чуть больше тридцати метров на семью печное отопление удобство во дворе за водой нужно идти на колонку условия далеко не царские царицына на протяжении десятилетий было местом и собирались самые разные люди то были и масоны и толкинисты и хиппи полиболисты и шахматисты почти 60 лет с 30 90-е годы царицынские развалины главной тренировочной площадкой советских скалолазов здесь вообще вся москва лазит сударыня императрица недаром вложила большие деньги получился хороший скалодром которым пользовались многие поколения московских и вообще советских альпинистов лазили по фасаду замка абсолютно везде наверное нет камня человеческая рука альпинисты скалолаза не касалась полируя казаковские стены ладонями скалолазы никогда не забывали что в качестве тренировочной площадки они используют один из самых загадочных дворцов города дворец был очень живописными руинами из него росли деревья это было самое таинственное место москвы впрочем кое-то от старого дворца все же осталось первые попытки сделать из усадьбы музей появились 1960 году на самом деле царицына сохранилась очень много подлинного это по-прежнему памятник архитектуры 18 века здесь есть потрясающий архитектурный декор волшебной готики после передачи комплексов собственность москвы в 2005 году начались масштабные реставрационные работы через два года царицына была реконструирована полностью в следующий раз 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 в